Здравствуйте, товарищи студенты! В этом году набор в военно-учебный центр на программу подготовки офицеров и солдат запаса проходит в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции. Поэтому стандартный, привычный для нас и для вас перечень мероприятий по информированию студентов университета, дополнен этот перечень настоящим видеороликом. Этот видеоролик адресован студентам второго курса очной формы обучения, желающим пройти подготовку в военном учебном центре по программам запаса. Перечень направлений и специальностей для обучения по программам подготовки офицеров запаса вы сейчас видите на экране. Всегда включены студенты факультетов радиофизического, физического и ТММ, высшей школы общей прикладной физики. И с этого года студенты факультетов ИФИШ, ФСН и МАМИ. Студенты остальных факультетов могут обучаться по программам подготовки солдат запаса. Отдельный перечень направлений, по которым осуществляется подготовка солдат запаса, мы в этот ролик не включили. Набор в военный учебный центр проводится на основании ваших личных письменных заявлений на конкурсной основе. Порядок действий при поступлении на программу подготовки офицеров и солдат запаса едины. Критерии конкурсного отбора следующие. Первый. Годность к военной службе по состоянию здоровья. Об этом делает заключение военно-врачебная комиссия в военном комиссариате по месту воинского учета. Должна быть либо категория А годен, либо категория Б годен с незначительными ограничениями. Второй критерий. Это годность к военной службе по результатам профессионального психологического отбора, который также проходит в военном комиссариате по месту воинского учета. Гражданин должен быть отнесен к первой, второй или третьей группам профессиональной пригодности. Третий критерий. Это средний балл успеваемости на базовом факультете за первый курс обучения. В учет идут результаты всех экзаменов и зачетов, предусмотренных учебными планами. Четвертый критерий. Результаты сдачи нормативов по физической подготовленности. Прием этих нормативов осуществляется преподавателями ФКС, а в список нормативов входит подтягивание, бег на 100 метров и бег на 3 километра. Бланки всех необходимых для поступающих документов, в том числе бланки направлений для сдачи медицинских анализов, результат которых представляется военный комиссариат, в электронной форме находятся по интернет-адресам, которые вы сейчас видите на экране. Обратите, пожалуйста, внимание, что состав этих бланков полностью не повторяется, поэтому будьте внимательны, когда выбираете необходимый вам бланк. Либо из перечня для поступающих офицеров запаса, либо из перечня для поступающих солдат запаса, в зависимости от той специальности, где вы обучаетесь. Студенту, желающему принять участие в отборе для поступления в военном учебном центре на программу военной подготовки офицеров или солдат запаса, необходимо распечатать и заполнить бланк заявления. Заполненный бланк нужно отсканировать или сфотографировать. Кроме того, следует распечатать и заполнить опросник гражданина, изъявившего желание пройти обучение в военном учебном центре. Также заполненный документ следует отсканировать или сфотографировать. Отсканировать или сфотографировать все страницы удостоверения гражданина, подлежащего призыва на военную службу. Ну, вы, наверное, привыкли называть этот документ приписными свидетельствами. Также немаловажно отсканировать или сфотографировать вашу зачетную книжку, лист с фотографией и листы с оценками за первый и второй семестр обучения. Обратите, пожалуйста, внимание, если лист за второй семестр обучения у вас не заполнен из-за ковида, все равно отфотографируйте его, а информацию о вашей успеваемости за этот период мы получим из деканатов вашей факультеты. Все перечисленные нами отсканированные или сфотографированные документы должны быть хорошо читаемы и сформулированы в один архив, либо RAR, либо ZIP или другой удобный для вас формат. Архиву необходимо присвоить название, включающее вашу фамилию, инициалы и сокращенное наименование факультета. Далее этот архив необходимо отправить на адрес, указанный сейчас на экране. Для солдат и офицеров запаса эти адреса разные, обратите, пожалуйста, на это внимание. Заявления и приложенные к нему документы должны попасть в военный учебный центр в срок до 30 октября текущего года. Это необходимо для того, чтобы включить вас всех в списки граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку. Оригиналы заявлений и ксерокопии всех перечисленных документов сохраните, пожалуйста, у себя. В дальнейшем вам их необходимо будет представить в военный учебный центр вместе с документами, которые вы получите в военном комиссаре. Проверку уровня физической подготовленности следует пройти на факультете физической культуры и спорта. Для этого нужно распечатать и заполнить бланк направления. Сейчас вы видите его на экране. С этим бланком нужно прибыть на факультет физической культуры и сдать нормативы по физической подготовленности в срок до 15 ноября. Обратите, пожалуйста, внимание, товарищи студенты, заполненная ведомость проверки физической подготовленности остается на факультете физической культуры и спорта, и далее преподаватели ВУЦ ее получат на ФКС самостоятельно. Обращаю ваше внимание также на то, что в условиях противодействия COVID-19 следует сдать нормативы как можно быстрее, не откладывая этот процесс на последние дни установленного срока. Гражданам, подавшим заявление в военный учебный центр и включенным в списки граждан, желающих пройти военную подготовку, следует в военном комиссариате по месту воинского учета пройти мероприятие предварительного отбора. К ним относятся прохождение военного врачебной комиссии и профессионально-психологического отбора. До прибытия в военный комиссариат для прохождения военного врачебной комиссии необходимо распечатать бланк направления для сдачи медицинских анализов, а также для посещения соответствующих медицинских специалистов. В эти бланки следует вписать свои данные, после этого сдать анализы и посетить специалистов, и получить результаты всех этих мероприятий. Следует учитывать, что срок готовности результатов некоторых анализов может составлять 7 и более дней. Для прохождения военного врачебной комиссии следует распечатать бланк направления военный комиссариат. Вы его видите на экране. Вписать в него наименование военного комиссариата по месту воинского учета, свою фамилию, имя, отчество и дату рождения. Также следует распечатать бланк карты медицинского освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе. Самостоятельно заполнить первый и второй пункты. Ну, на самом деле, только первый. Второй пункт касается лишь тех из вас, кто проходил военную службу и имеет, уже имеет, воинское звание. Все показанные зеленым цветом, точнее, зеленым шрифтом поля, заполняются в военном комиссариате. Обратите, пожалуйста, внимание, после заполнения этих полей медицинская карта заверяется подписью двух должностных лиц военного комиссариата и гербовой печатью военного комиссариата. Для прохождения военно-врачебной комиссии и профессионально-психологического отбора в военный комиссариат по месту учета необходимо прибыть, имея при себе следующие документы. Их перечень вы сейчас видите на экране. Заполненный бланк направления в военный комиссариат. Паспорт гражданина Российской Федерации и удостоверение гражданина, подлежащего призыва на военную службу. Характеристику из доконата университета. Карту медицинского освидетельствования, пребывающего в запасе, куда внесены ваши фамилии, имя, отчество и год рождения. Результаты медицинских анализов, которые можно получить либо в поликлинике по месту регистрации, либо в платных клиниках города. Общий анализ крови. Анализ на РВ и ВИЧ. Анализы на гепатит B и С. Общий анализ мочи. Результаты флюорографического исследования органов грудной клетки. Результаты электрокардиограммы. Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что вы не состоите там на учебе. Товарищи студенты, обращаю внимание, что в условиях опасности COVID-19 следует предварительный отбор в военных комиссариатах пройти как можно быстрее, не откладывая этот процесс на окончание установленного срока. Оригиналы заявления, опросника, ксерокопии паспортов, приписного свидетельства и зачетной книжки, оригиналы заключения медицинского свидетельствования и карты профессионально-психологического отбора необходимо представить в военно-учебных центрах не позднее 25 ноября 2020 года. Именно эти документы послужат основанием для включения вас в конкурсные списки. Товарищи, обратите, пожалуйста, внимание, непредставленные вовремя документы не позволят вам участвовать в конкурсном отборе. Соблюдайте, пожалуйста, сроки предоставления документов. Уважаемые второкурсники, желаю вам быстро и без происшествий оформить все необходимые документы. Коллектив военно-учебного центра ждет вас для обучения в следующем семестре. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok